Когда спрашивают про потеряевку, я говорю, что самое ценное здесь может быть то, что дети под присмотром. Но это не всегда бывает. Вот они когда пасут, их никто не видит, что они там делают. А в городе-то везде родителям не принадлежат. Я внимательно за себя смотрю, и вот тут было два брата, маленькие, и бегают на середину дороги. Это ничем нельзя объяснить. Родители в достатке живут, в ограде песочница, игры там, все есть. Я их гоняю, а уже на меня смотрят недружелюбно. Я пруд погрозил им, они убежали в отбор. Я уже до поворота доезжаю, оборачиваюсь, они уже на дороге. И кончилось чем? Кончилось тем, что одного задавило. Все, отжил. И никто не вспоминает, ищет где-то. Вот, взять пример. Мы в храме. Ребенок, ну, родители забывают, не сводили в отбор. А он просится. Иди. Когда я устав составлял, а устав деревенский, как вести себя, что дежурный во время богослужения, один по деревне дежурный был. Все это нарушается. Иногда восстанавливается. Должен смотреть. Ребенка одного на улицу. А вот что с ним будет? Это ты так думаешь. На что опыта нет, мозги сваренные, а он на его место булыжник, он не думает. Вот пример. Приехали они, там друзья, родные, купаться. Ну, тут бы и была, или кто-то пошел, нет. А там один парень за пустами лежит, наблюдает. Как только она подошла с стену, он сразу рот застал. Изнасиловал, а они купаются. И задают. Все. Ее уже нет. А кто будет? Тебе не надо рассуждать, кто будет. Я сколько раз говорил, не открывай дверь никому. Гляжу, кто-то позвонил, уже дверь открыта. У меня сосед, рядом прям мы живем, крысо к крысу. Пошел за хлебом, а бабка осталась. Приходит домой, она мелко зарезает. Ну, нашли там наркоман, надо было деньги. Зачем ты открыла? Это у меня та же самая история. Захожу, двери все открыты, не заперты. Сама лежит, спи днем. Ну, я же рядом. Мы жили, когда на Никитино. Рядом храм. Двери прямо на улице. Улица одна из центральных улиц. Захожу, дверь первая открыта. Выдну, захожу, нет. А как, если обойти вокруг дома? И там, огорочек. Там, что ты? Ну, я же здесь рядом. Понимаешь, я даже, я не дурак не знаю. Ну, ты за домом. Зашел, я вышел, а то мог быть другой. Так или нет? Понимаешь, эта игра кончится. Рано или поздно, Господь брякнет тебя по темешку. Допустит сатану. Ну, вы боитесь? Боюсь. Майор милиции. Говорит. Я дома. У меня там на дверях. Еще я глазок, я гляжу. И мало того, цепочки на дверях. Никому не открывали. У меня близкий знакомый. Хороший. Обратился в моем доме. Комсомольский работник на Украине. Республиканского масштаба. Я говорю, ты, Геннадий, не выходи никогда. Ну, что ты боишься? Береженого Бог бережет. Я разные события говорю. Когда говорили, вот, по крышке трижды, где уройка жиду. Я перехожу на это и говорю, не боясь. Дурак только не боится. Кто не боится, того уже нету. Вот этот страх, Бог Боже, Он помогает сохранить себя. Бабка не сохранила себя. Одна же ко мне стучит. Считает, вот, в Екитине двухэтажный дом. Слышат. Кто? Да мы тут пришли вот это, то, другое. Ваша жена там пирожками на базаре торговала. Вот, как ей. Откройте тут. Зачем? Ну, что вы боитесь? Двенадцать часов дня солнце светит. Да я тут азна. А я залез к верху в окно, смотрю, три лба стоят рядом. Анбала. Не же нет. У нас канонка прямо рядом. Прямо против окна. И шторка не закрыта. Я говорю. Закрыть надо там. Вот колонки видно. Да нет, окна застыли. Я свет выключаю в этом месте. Про тайны или свет смотрят. Понимаете? Тебе не надо гадать. Да и на третьем этаже у Татьяны был. На третьем. А дом. И там вот так разворот. Выключил свет. И прямо в окно смотрит. А вот так. Дом-то поворачивается. Тебе не надо ничего думать. Полностью должны быть закрыты шторки. Это продлить твою жизнь. Это адгена. Разговаривает он кришнаит. И сказал. Ты зря ты живешь. И веришь в Кришну. Это черный. Это дьявол. И тот месть затерял ему. А он же ярмонах стал. Григорий. Я говорю. Григорий. Вот мы вместе насчитываем. Архипелаг Булаг. О масонстве. Человек с высшим образованием. Игнатий боится. Боится. Старого Бог вложил. А он не боится. Три часа ночи звонит ему. Он открыл. А он затащил обедот. Сразу как ударил в горло. И перащил немножечко на отрезвому голову. Он говорил. Не надо. Не надо. Кого не надо. И голову отрезал. Зашел в алтарь. Кровь везде. И на престол бросил. Ну что? Игнатий живет. А ты давно уже в земле лежишь. В лет 15-20. Я говорю. По делу. За детьми смотреть надо. Если ребенок просит в туалет. Выйди с ним. А ты приучи. Чтобы до этого сходить. Должен мы дежурный. Смотри. Посторонний человек. Когда усадь составляли. Я отдал деньги. Она грамотная. Как старший учитель здесь. Она пролежала сколько там недель. Вернул. Затем не знаю. Еще писать. Понимаете? Говорят. А там вы делаете. Никто не делаете. Я и делаю. Я не отказываюсь. Я тогда составил встав. 16 фунтов. И он церковный. И деревенский. И все абсолютно. Предусмотрено там было. По сегодняшний день. Нигде не могут еще добавить. И относительно пожара. И когда живут. И как вести себя дома. И где руки мыть. Тебя там, чтобы в мазут не попало. Абсолютно все. Почему? Опыт. Молитва. Я конкретно говорю. Подхожу к одному делу. Дети под присмотром. Вот этот человек сидит рядом со мной. Колеников. Виталий Викторович. И он вчера пошел купаться. Расскажи дальше. Как было ты его увидел? Я еду на велосипеде. Погромче. Я еду на велосипеде. Еще издалека увидел Степана. Который очень интенсивно кидал камни. Брал куда-то чуть-чуть. То есть засохшая глина. Отходил даже маленько туда. Ну. На задворке. Где их много как раз. Брал и кидал. Большие камни довольно таки. Ну чтобы был видимо... Писать себе. А вот глину возил откуда? На тачке. Две тачки бегали туда. А он это завесную вчера скидывает в воду. Во-первых, растворяется эта грязь. Уменьшается там. А во-вторых, с таким трудом. Я заплатил сразу 30 тысяч только. Когда бурдозер был. А до этого... Сколько ты дней тачку таскал? Ну я уже месяц здесь. Понятно? А он пришел. В воду все бросил. Это как понимать? А до этого, когда он... Видели как он высокую стерну сделал. Это... Выкопал. И он подойдет. А стена из глины. Коровы щешутся. И он все камни кидал. Я ему сказал. Как завороженный. Все время подходит. И кидает. И кидает коровы. И тут он как будто не бьют. Как одерживность какая-то. Как одерживность какая-то. Митатель будет. Митатель. Ну стену... Стена... Ну чуть пониже потолка. Вот такая стена. Он выкопал. А он тогда подходит. И кидает большие. Такие. Былые. Ну давай у парень-то. И что? Он залезет на дамбу. И будет камни, которые составляют самой бамбы. Даму ее состав. И бросать в воду. Ничем нельзя объяснить. Безумием. И вот брат. Вчера он от того видел. Сколько раз ты видел он бультов? Ну очень шустро. Ну один за одним буквально. Я кричу, он не слышит. И он на моих глазах. Он меня... А сколько до этого было, то другое... Я просто в шоке. Я сразу на велосипед и к родителям. И как раз мать и отец. И стал говорить. Он говорит. Телефон у него с собой? Да. Позвоните ему. Зачем он это делает? Ты понимаешь? Я же для вас это все делаю. Тут был вот этот... Дом рядом. Вот так на ночь разбил. Залез. Но взять еще не взяли. Но не шужой. Кому тут мы нужны, да где-то. Значит, поневоле начинаешь кого-то подозревать и думать. Но они позвонили. Я на велосипед и туда приехал. Нигде рядом никого нет. Он хитрый. И он уже угнал. Куда угнал, я не знаю. Я на высоче смотрю. По лагану нету. Я еду к лагерю. Нету. Я спускаюсь по дороге. Я велосипед на себе веду там. Теперь уезжаю вокруг, по дороге и еду. Но нигде нету. Я подумал, что он за грамотом спрятался. Хотел переговорить, подвести и как-то разуметь. Сказать. Подъехал, который написал Надежда Васильевна. Это на железе. Ты думаешь, целый или нет будет. Все целое. Ярко, щетко. А до этого было стеклянное. И кто-то камушком ударил, стекло разбил. Я застеклю дорогу. Показать. Ну, каменистое. Два слова. Теперь я уже думаю, что он там паснет. Я по неволе должен думать. Там были большие у меня одновременно. Блоки привезли. Блоки. У них отверстия. Ведь надо додуматься там. Мы привезли сваи. Сваи давай сжигать. Сваи сжигать. А которые там отпилены были. Туда накрошил бы это. Рожок и лоб вот этот камень. Понимаешь? Я молился и Бог мне все указал. Указал Господь. Я знаю, кто. Но человек сознался. И я никому не сказал. Мало того, у меня голуби здесь вот на крыше. А то разводя садил человека, откуда там. Я травить голуби от травы насыпал. Я приходил. Ну, я принес там все набито было. Город дохлый. И принес на занятия. Всем показал. Что это там. Налитка была. Понимаешь? Злого. А зачем? Я говорю, а здесь с какой целью? Ну, вы любите раз голубей. И что? Мне сделать зло? Я тебе зло делал? Я-то почему? Не знаю. То есть вокруг меня легион демонов. Я только рассказываю то, что я делаю. И делаю это деревни. И спрашиваю, а где этот человек? Ну, за тысячи километров я говорю отсюда. И так далеко. Далеко. И при том, необъяснимо. Были бы плохие отношения. Ну, знать-то мишени вы знаете. Вдруг вот такую нерзость, пакость. Ты слушай внимательно. И вчера он идет, коров гонит. Я-то говорю, Виталий, давай выйдем на встречу. А он идет с Иосифом. Там все попутно видно. Так, ты на дамбе был? Камни кидал? Да, мам. Ну что? И отсвеси. Уж не записывай, потому что там бывают родители, против. А у меня еще что-то таит-то. Я не хотел его имя назвать. Он его назвал. Я его не называю даже по имени. Бросал сколько раз? Пять раз. И говорю, пять, пятьдесят и пятьсот раз. Ты из каждого дня залазил. А я пошел по дамбе. И говорю, там даже, где она засохла. И где глина-то ее убирал. И бросал. То есть это сразу на десять сантиметров ниже делается. Это ни с чем нельзя объяснить. Но нравится как булькать. Ну а почему тебе не нервнуть? Туда с булькала, чтобы этого не было. Выродка такого. Это все очень просто делать. Как я пьяным говорю. Тебе нравится, как шатаешься. Ну сделай операцию, божечок подрежу, чтобы ты все время мотался. И платить не надо тебе. Все равно, что не просыпаешься. И вчера он согласился. Да так. Этот разговор будет иметь продолжение. Я дальше продлю. Но в вопросе воспитания детей возвращаемся. Это самое лучшее место. Вот он здесь скажет, что он занятый. Он там маленькие детки относил. И запустите, что я говорю. Ну так было. Да. Да. Ты на месте был. Тебе ничего не запрещено было пойти там покупать, покататься, помотаться. На тарзанке катаешься? Я про это говорю. Я про это говорю. Вот если бы он не видел это, не сказал, я бы не знал. Я бы сказал, найди, что больше на дамбе не было. Близко не подходи. Понимаешь, какое дело? У родителей возьмут разрешение, чтобы наказать его. У меня дети были с разрешения родителей. Они деревенские, но они законфликтовали на футбольном поле с лагерами. Давайте попутно разберем. Потому что дальше тоже разговор. Я вчера был молоко брал. И Ирина там была, стригла там Никиту своего сына. Уже после коровы. Да, да. И потом она такая говорит, а надо было тебе сказать просто нам, чтобы я им сказал. Правильно это? Неправильно. Я хозяин. Зачем им? Им потом сказали. А я им говорю, да он бы, или даже, или сам бы ему сказал. А, потом она говорит, сам бы ему сказал. Я говорю, так он бы меня не послушал. Конечно нет. Все правильно. Ты сделал абсолютно правильно. Сказал мне. Я на велосипед туда поехал сразу с родителями. После этого с ним присутствие, освещаясь его присутствие и его дяди. То все в норме. Никак его пастер никто не тронул. А он тебя видел? Видел тебя, когда ты ехал уже? Видел. Когда он меня увидел, он раз, раз вот. Они бросали. Он там деревья растут, там за деревья пришел. Да, да, да. Он уже спрятался все-таки. Стыд есть. Смотреть надо. Он испугался сразу, конечно. Мы маленькие тоже вытворяли. Это было такое. Гуся-то маленькие такие. А мы брали, подбрасывали, чтобы они летали. Как он летать-то, когда у них раньше нету? Ну, дали нам. Треку-то и все. Было. Вот так нигде еще такого не было. А было по всем. Там трава такая есть. Ложе с щами называется конские. Почему-то называли конские ссаки. Вот. И трава такая. И брат сделал трубку мне. Трубку настоящего. Мастер был из корня березы. И трубочка маленькая. И туда тратка и бегишь ходишь. А я ее прятал в фуражке вот здесь. И мама даже говорит, ну почему у тебя сынок тут? Ой, а я боязливый был такой. Думаю, ну и все. А она что-то другое там увидела у глаза или где-то. А я подумал, она увидела, что там бугорок под матерью. Это трубка. Трубка-то как у Сталина. Настоящая трубка. И курили. Ну, курили-то не табак. Табака-то и не было. Зачем? Они были одни на поле. И еще там еще. Поэтому когда взрослые где-то было. А так тоже кому-то было. Тоже с братом у меня. Он шел и не поздоровался. А тот отцу сказал. А этот подошел и завтра потрепал. Смотрели за этим. Адин говорит, пишет. Я говорю, курить начал. А отцу сказал, соседни, я курил. Отец меня завел, говорит, в старай. И там в горже были лошади. Как у меня порога. Больше грудь не взял ни разу. А в другом древнем я был. Тоже не поздоровался. Он подозвал меня. Говорит, отодрал. И отцу скажи домой. Я пришел, сказал. Отец добавил мне еще раз. Вот у нас мать так. Если кто-то пришел туда жалует. У нас не жалуются. Потому что если я пожалуюсь, то родители мне всыпят. А зачем ты там был? А зачем то другое? Зачем туда лез? И вот здесь хорошо, что сказал. Я очень благодарен тебе. И думаю, он делать этого не будет. Потому что и мать. А мать-то с какой целью боязнь, как бы кто не узнал. И она сама-то хорошая очень. И отец такое же смотрит. И это никто не одобрит. Другое дело, когда он залез в огород, там яблоки сорвал. Тут в обед. Понятно, можно объяснить. Но нельзя объяснить. Ночью прийти, улей разворотить, чтобы вытащить поиск. Это... Такое тоже было? Нет, это не у нас было. Я знаю, в другой стране было. Разорить улей, приравнивать к убийству человека. Как в Египте, к убийству кошки. Кошки спасали. Закон такой. Законный. Возьми Саудовская Аравия, Йемен. Там пишут. Были легенды Востока. Марси и Сильпиан какой-то. Я говорю, однажды их думают. Пыль такая. Это что такое пыль? И толпа народу сук, сук крещат. Что такое? Вора поймали. Некоторые вора никогда не видали. На завтраках, проходя на базар, я увидел пощерневшую кисть руки, прибитую к воротам. Судья. Брал, брал. Все. Доказательства есть, есть. Какой рукой брал? Какой рукой брал? Тебе дверники? Вот этой вот. Топором отрубили, перетянули. Иди. Зачем тебя в тюрьме держать? Второй раз, третий раз башку отрубят. Суровая законность. Но по-другому у них нет. Вот советские тут сейчас два на велосипедах, вы ехали в Китай, долго там ездили. Но вернулись и тут и сказали, я здесь и спрашиваю. Самое главное, что вы увидели? Что вам понравилось? Ну, еще сказать. Народу много там, говорят. Народу много. Ну, вот велосипед оставил где? Или золото с мешком. Мешок. На остановке. Хоть через год приди, никто никого нет. В Китае. У них же не так. Вот здесь коррупционер там где-то берет. И нет. У него взятки-взятки. Там миллиарды там ограбили эти. Жириновские. Какие там есть? Гусинские. Березовские. У них не так. Тщательно возможно. И он сидит там. У него все изъяли. И он должен заработать сколько пули стоит. Последний раз ему дают показы. Жена плачет. Он министр. Министр никто. Наркомана. Пять. Пять, что ли, сейчас. Девушки там. Наркотики подарили. Выстрелили. И стоят сзади. Простили, спросили. Чик, чик, чик. Всех застрелили. Все, нет. Больше нигде нету. Да это не гуманно. Но тут гуманно. Все вранье. Коррупционеры. Все это везде захватили. Все будут. Строят как попало. Вот и весь ответ. Я считал, где-то филиппинские острова, что же. У них в законе. Женщина с Эстонии, девочка, спасать нельзя. Тебя казнят за это. Суровость закона. Так это узнали, когда в Европе. Да как он вообще-то. Все женщины утонут. А он говорит, а у вас утонут, да? Только 300 человек женщин было там за год, что ли. А у вас за 300 лет ни одна не утонула. Ее в ванне, мать-выщественной дочке, тебе надеяться не найдут. Она как рыба плата. Она мужчину может спасать, а ее нет. Вот приняли такой закон. Вот в Англии нельзя кормить колубей. Там в Англии, где-то в Америке штат один. На одной веревке, чтобы не было нижнее белье, женское, мужское. Ну белье, ну черное. Тебе не рассуждать. Тебя покарает закон. Вот у них если газета есть, а кто-то подошел и взял, это у них законы такие. Вот по этому закону, что он сейчас делал, я им сказал, чтобы он сколько камней бросил, столько тащит глина туда. Снизу ты не доставишь, она растворилась. Найди. Я укажу, где высыпать. А как? Это твоя забота. Как ты залез? Мы брали небольшие доски, толстые, по ним каталом. Сколько? Никуда не годится. Поэтому закон строгий, но суровый. Сурой, но строгий. И по другому же как. Наш отец, он чуточку верил. Это перед смертью уже там покаяние было. И он сказал, сынок, хочешь пить? Пей. Хочешь курить? Кури. Но не воруй и в карты не играй. Узнай ваш корж и бог. И мы знали, это не угроза, текст крутой был. А почему? Он видел, когда в карты играет, проигрывает, там утром мертвые, там тоже по разработке были. И в карты не играет. Вот так. И мы это запомнили. Не воровать ни карты. Все у меня. Благодарим. Место хорошее у нас здесь, где воспитание детей, когда все будут смотреть. По ягодам идут дети, они их не отпускать. А девчонка одна пасет за край деревьев, далеко угоняет, а одна со скотиной может. Я каждый раз говорил, это беда, не пускайте. Все на этом. Я пошел гуглевый собак. Пойдешь? Пойдешь? Пойдем. 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 Пойдем.